Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и своих потомков в дальнейшем тоже. Это действительно очень важно, чтобы мы могли определить, где именно те звезды, на которых нужно равняться, где именно те маяки, к которым нужно стремиться. Вот мы знаем этих людей. Мы хотим, чтобы и вы, вот это поколение, и все наши будущие потомки тоже о этом знали и никогда не забывали, где истинный путь. А истинный путь там, где знания. И сейчас настало такое время смутное, что люди начали путать, где знания, где мнения. А в этом великий ученый, Аллах Адаллех, оказывается, еще тогда говорил, путать мнения и знания является эпидемическим заболеванием нашего времени. Еще тогда тоже, оказывается, это было. Сейчас тоже это. Просто время от времени бывают люди, которые поднимают эту смуту и путают знания и мнения. Я хочу, чтобы ребята тоже запомнили о старшем, задумывались. Единственным обладателем и источником знаний является только сам Всевышний Аллах. Он передает эти знания своим пророкам. От пророка эти знания перенимают их сподвижники. И, задумайтесь, и только те алимы, которые, не меняя ничего, не убавляя, не добавляя, именно так, как пророк, салам, это понимал, именно так, как он передавал, которые приняли, сохранили и передали эти знания, настоящие знания. А все остальное отношение отдельного человека к этим знаниям, это его мнение. Если его мнение совпадает с истинными знаниями, да, это тоже его знание, это истинный алим, за ним можно и нужно следовать. А если люди начинают высказывать свое мнение по тому, по чему он не имеет, даже элементарных сведений, не то, что какое-то алимун он изучал и какое-то знание он имеет, даже элементарных сведений у него в этом нет. И просто ему важно показать себя, высказать свое мнение по поводу и без повода и так далее. Это действительно опасно. Вам раньше тоже говорили, но не лишним будет, и сегодня тоже напомнить. Источников информации сегодня много. И информации, и за углом, каждый, кому не лень, все обсуждают, все говорят. Но, ребята, для вас единственным источником барраката знаний является ваш мавалин. Берите из его уст, именно из его уст, от этого конкретного мавалин берите знания и придерживайтесь этого пути. Если вы будете слушать все разные источники, в голове будет бардак, и действительно будет трудно сделать правильный выбор. Аль-Хамду Виллах, этот наш колледж, это наши матраса, где мы сейчас находимся, где мы учимся, это чистый источник. Чистый источник, созданный чистыми алимами, и которые ведут эту работу тоже чистыми алимами, аль-Хамду Виллах. И нужно строго продерживать это. У вас есть возможность, значит, надо этой возможностью пользоваться и не отвлекаться на что-то другое, на кого-то другого. Строго, четко следовать тому, что ваш мавалин говорит. А мавалин следует и ума алиму. Он следует имаму. Он следует муфтию. И этот путь нам надо сохранить очень строго. Других мнений, других разговоров быть не должно. Вот тогда мы сможем сохранить вот этот чистый ислам, чистый альму, сохранить в себе и передать в следующем поколении. А вот это любое искажение, если оно будет исходить от нас, пусть Аллах бережет от этого. За это же это огромность. Очень серьезный ответ будет весь и уничтожен. Пусть Аллах бережет нас от смут, отправляем, пусть Аллах даст нам возможность спокойно, красиво изучать альму, сохранить его в себе, передать следующим потомкам, воспитать наших детей и всех наших будущих потомков именно в этом направлении, следовать за нашими духовными наставниками, следовать Слову Маалима, и пусть Аллах сыгрет на всех в раю рядом с Ророком, саллиллаху али-васалям, и даст нам возможным насладиться его леком. Алхамду и ля, Раби и ла, Али. Баракаллаху, Мархаджи. Из наставлений нашего муфтия Ахмада Афанди Кудеса Сыру, многие, наверное, тоже знаете, там есть один пункт, выражение благодарности Всевышному Аллаху, шукру на каждый день, чтобы с таким намерением, за явные, скрытые, за все блага Всевышнего Аллаха, чтобы мы в качестве шукру Всевышному от 1 до 11 раз читали Сыру Аль-Фатиха. Давайте тоже сделаем такое твердое намерение, кто до сих пор тоже не читал, чтобы мы каждый день выражали шукру Всевышному Аллаху, ибо посредством шукру Всевышнего Аллаха продлит нам эти блага. Аль-Хамду и ля, сегодня мы обладаем наивысшими благами. Аль-Хамду и ля. Далее мы предоставляем слово заместителю председателя Совета Имама города Буйнакс и Буйнакского района Хабибу Исрапу. Уважаемые братья, сестры, уважаемые муаллимы, утааллимы, в первую очередь, так как салпало сегодня то, что День Учителя отмечается, я бы всех своих коллег, муаллимов, всех учителей хотел бы поздравить с этим днем, хотя у нас, мы знаем адабы к муаллиму, вообще маканату муаллим, оно на один день, на одном день не ограничивается, тем не менее, за те труды, за тот вклад в общество, который осуществляют именно преподаватели, учителя, муаллимы, то есть дать Всевышний Аллах им сполна за это и дай Аллах, чтобы это отразилось, все это в хорошем включении на потомстве тоже нашем. И на самом деле преподаватель тот человек, который больше всего, как я считаю, переживает и самый большой вклад в развитие и улучшение поколения, которое вносит последующего поколения. Также, конечно, поздравление, в общем, это место, вот здесь все мои муаллимы сидят слева от меня, это место, в котором я сам тоже учился лет 10, даже чуть больше назад, но я помню, вот, этой мечети вообще здесь не было в тот момент, мы помним, как здесь трактора работали, как вся работа проводилась, и как вот после того, как уже заливка была, как вот по этому кругу, по бетону я ходил и матуну назад, а я иду, что учил, чтобы экзамен сдать, тоже помню. Альхамдуллях, пришло то время, когда здесь уже, и альхамдуллях, что Аллах дал возможность в этом участвовать тоже. Я помню, те сертификаты тоже, разные методы придумывали для того, чтобы помочь этой стройке, которые и мута'алимы, и му'алимы, абсолютно все были задействованы. И вот это и является свидетельством того, что люди, как здесь говорил директор тоже, люди, которые там, вот они где-то двоечниками были и так далее, люди, которых Аллах сохранил от всего, для чего? Для того, чтобы вот подобную работу делать. На этом пути мы находимся, и родителям тоже отдельное баркало хотел бы дать за этот вклад в наше растущее поколение. Почему? Потому что на сегодняшний день самое лучшее, что родитель может сделать для своего ребенка, для того, чтобы обезопасить его, оберечь его, сделать посредством него будущее лучшее, это отдать вот подобные вузы, подобные сузы. Почему? Потому что это и является кузницей настоящих мужчин. Я так считаю, потому что я тоже прошел это, и сегодня если анализировать, мы видим, что оно так и есть. Люди, которые здесь сегодня учатся, они получают инструкцию, инструкцию, которую нам даровал сам Всевышний, как правильно жить на том свете, который он сотворил. Вот эту инструкцию обучает их здесь Муалин. Поэтому, как Всевышний Аллах говорит, знающий человек с незнающим, он не сравнится. Как у имама Бухари отдельный раздел, есть «Аль-Ильм укабля ль-кавли валь-аман». Необходимо, чтобы у человека, прежде чем он что-то скажет, или прежде чем он что-то сделает, чтобы у него было «Аль-Ильм» – знание. Без знаний этот человек обречен. Поэтому огромная благодарность, и, конечно же, в первую очередь, «Холла Всевышнему» за то, что даровал нам возможность быть вот на этой стороне, что он из своих таких избранных рабов нас сделал. И, Аллахам, мы почитали, помимо Аллахама мы знаем, в чем заключается. В том, чтобы этот ниамат, который Аллах нам дал, мы его использовали по назначению. Для чего Аллах нам даровал, чтобы так использовать, мы Аллаха талфиq тоже просим. И я бы хотел свое выступление разделить как для наставления, как для самих мута'алимов, так и для их родителей, конечно же. И то, с чем сам я сталкивался на своем пути обучения, тяжело, больше всего тяжело дается не само обучение, не то, что здесь внутри проходит. Потому что я помню, из тех мадарисов, из тех мадрасов, которых я учился, вот эта мадраса, вот меньше всего условий здесь было. Но самую лучшую и самую сильную, как духовную, так и в плане знаний, закалку мы здесь получали. Потому что это был преподавательский состав, очень хорошо был сформулирован. Здесь все ребята, то, что делали, все вместе делали. На турник вместе выходили, уроки вместе читали. Все, что здесь происходило, вот отдельный такой, особенный какой-то ворокат, благодать была здесь. И то, за что я переживал, то, что мне так тяжело, больше всего тяжелее, то, что, аль-хамдаду, все легко было, но относительно тяжело, то, что давалось, это вот, когда нет поддержки со стороны твоих родителей. Поддержки в каком плане? Когда они не понимают, чем ты занят. Что это такое, что ты делаешь? Когда они ждут, когда ты, наконец, оттуда уйдешь и делом займешься. Начнешь зарабатывать, как нормальные люди жить. На тот момент чуть больше таких понятий было у родителей. И если вот с этой стороны, если родитель не убежден в том, что он сейчас растит здесь человека, который, иншаллах, его не то, что на этом свете обрадует, так и в мире вечном тоже, больше всего он будет радоваться из-за того, что он мадрасса ребенка отдал. Почему? Потому что все причины для вхождения в рай, иншаллах, этот ребенок создаст. Этот ребенок, этот человек ваш, который будет расти и телегу дарвата толкать вперед. Телегу дарвата толкать, когда вперед будет, все, что пророк, алейхи саллаху ассаляму, обещал, то, что Аллах ему обещал, непременно он получит. Когда он это получит, соответственно, родители тоже без доли не останутся, иншаллах, тем более, если они участвовали в этом процессе. Вот одну историю я хотел бы с этим связанной привести, чтобы родители никогда не переживали, что их ребенок бедным, голодным останется от того, что сюда учиться пришел. Абу Юсуф, ученик имама Абу Ханифы, рахматуллаху алейхи, это человек, чтобы объяснить, насколько важна эта персона. Вот после имама Абу Ханифы следующий он идет и также другой ученик имама Абу Ханифы. Люди, слова которых иногда, даже слову которых иногда предпочтение дают над словами имама Абу Ханифы. Когда Абу Ханифы, рахматуллаху алейхи, преподавал, вот так, в мечети, вот это Абу Юсуф, его Якуб зовут, он остался без отца, и мать его, насколько я помню, отдала, именно вот, не вышивка, как бы связанная с краской этого, то, чем портные занимаются, помощник портного в том, чтобы он вот эту ткань окрашивает. Вот она дала его обучаться этому ремеслу. А он оттуда убегал и ходил на имама Абу Ханифы, рахматуллаху алейхи, уроки постоянно. И вот за то, что он так постоянно поступал, эта мать на него разозлилась, пришла к имаму Абу Ханифе и говорит, ты, говорит, глупец, взрослый человек, ты чему, говорит, здесь людей обучаешь? А с тобой, говорит, моего сына в покое, у него отца тоже нету, пусть, говорит, научится жить, зарабатывать. И он ей говорит, ты, говорит, глупая женщина, я, говорит, его обучаю кушать фалюдаджу. Фалюдаджу это на тот момент, который был, такой десерт, который даже правителям не доставалось, так скажем, не всем правителям, которые доставалось. И она подумала, ты, говорит, уже вообще старческий маразм тебя, вот так подумала о нем и оставила имама Абу Ханифу. Теперь время проходит. Абу Юсу стал тем, кем он стал, и Харун Рашид, правитель, правоверных на тот момент, приглашает его к себе. Почему он уже калдой им стал, то верховным судьей он был, так скажем, уже в своем, ну, там, где он находился, в своем правлении. И когда Харун Рашид позвал его к себе, они покушали, и после того, как поели, вот какой-то десерт, блюдо, да, принесли. И Харун Рашид говорит, ты знаешь, говорит, что это? Абу Юсу говорит, я не знаю. Это, говорит, десерт, которым даже я не всегда могу себе позволить лакомиться. Это, говорит, тот самый Фалюдадж. И тогда Абу Юсу, он чуть улыбнулся, так видно было, что поменялся поражение лица, и он спрашивает о причине улыбки. И он говорит, была, говорит, одна история, связанная, говорит, с моим детством. Ты можешь поведать, что за история, он говорит. И он рассказывает эту историю. Он рассказал эту историю, что имам Абу Ханифа в свое время вот таким образом сказал, что вот эту еду кушать обучает он меня. И вот что получилось. И также он добавил потом, на самом деле, говорит, имам Абу Ханифа был человеком, разум которого не в голове, а в сердце находился, который с сердцем смотрел и видел то, что как правильно будет и как произойдет. И таких, все имамы тоже говорят, мы знаем, у имама Шафии тоже есть салла, и абсолютно все другие склонны к тому, дуниал, ахират, разницы нет, что бы нам необходимо не было, и льму нужно изучать. Не сравняться, Аллах, это не просто так говорит, что не сравнится человек, который не знает, и который знает. Но сегодня нам в этом таралюме, в этом обучении, что необходимо, там шарк тоже такой ставится, когда про эти достоинства говорится, ида сахатин ния, чтобы правильное намерение было. Если намерение правильным будет у человека, вот в этом намерении тоже всегда нужно помогать. были такие родители, которые на самом деле своих детей, вот так они вели, когда видели, все равно человек чуть-чуть, когда в молодом возрасте, он когда чуть-чуть сильнее кого-то становится, чуть-чуть больше знать, или там что-то, как в каком-то конкурсе побеждает, хочет он того или нет, его поведение, его отношение к человеку, оно может поменяться. И основа, кто основу зародил вот этому мадресе и всем остальным, да, которые связаны с ним, является человек, как раз таки, который обучал, чтобы у тебя вот вместе с этим имму, чтобы оно пользу приносило, и хляж, чтобы был. Саидов Фандик Утсирух. Он, тот путь, который он ведет, а, хамдуллах, есть кто продолжил, до сих пор ведет тоже. Поэтому изначально намерение должно быть, вот эта идея, которая была у него, Саидов Фандик Утсирух, ее продолжать. Почему? Потому что, как здесь сказали, она опирается на те книги, которые были в программе и у имам Шамиля, рахматуллах, алихи, у его учителя, и кто семейно, так скажем, эту программу сюда принес. Также к родителям, обратившись, мы же, когда с котом заниматься начинаем или еще какой-то бизнес, когда ведем, мы каждый день бываем погружены в это. Если у нас животные есть, мы в день-два раза можем к ним в сарай даже зайти. К ребенку тоже должно быть такое же отношение, потому что это лучше вклад, это вклад в ахират ваш. Этот процесс тоже нужно контролировать. Если его не контролировать, и муалиман тяжело будет, и ваш сын тоже, он подумает, я и так никому не нужен, это никому не нужно, он может подумать. нужно на важность этого указать ребенку. Почему? Потому что на этом оно не ограничивается. Да, необязательно, чтобы каждый алиман вышел, необязательно, чтобы у каждого там, именно какая-то степень перед людьми была. Это необязательно. Главное, вот эта идея, вот этот дарвад, который идет, каждый, чтобы к этому причастен был. Потому что, иншалла непременно, вместе с тем, кто эту идею продвигал, откуда эта идея зародилась, иншалла рахман, мы в судный день тоже будем, если это старание и любовь проявим. Еще здесь наш директор сказал про то, что следует привыкли люди сегодня говорящим, там, люди, которые какие-то идеи проталкивают свои, так скажем. С этим, вот, в предыдущую историю это Ибн Джамара приводит Унсуль Мухадара, который рассказал также вот эту историю тоже он приводит в Мисре, говорит, одной из мечетей были, говорит, проповедник, проповедник, проповедник в том плане просто ваид, который красиво делал проповедь. И также, говорит, был муалим, алим, который обучал мутаалимов. Они, говорят, в углу мечети находились их человек, 15 было мутаалимов, а этого ваида постоянно слушало, говорят, около тысячи людей. И однажды этот ваид, вот так склонился, сердце-то у него черство, и какое бы он уаза ни делал. К этому муалиму повернулся и говорит, ты, говорит, видишь разницу между нами? Сколько людей я собираю, и сколько ты, говорит. Он ему отвечает, глупец, твои эти тысячи людей с моим одним мутаалимом не сравняться, говорит, никогда. и теперь время проходит, однажды вот так же он вааза делает, тысяча людей перед ним собралось, и там перед мечетью какие-то штуки, барабанная дробь, что-то типа концерта своего рода началось там. Вот эти тысячи человек с мечети встали и туда побежали. И этот муалим сидит на месте его мутаалиму тоже, что такое мутаалиму, которые более важные и важные вообще могут различать. Они остались на месте. И потом он ему говорит, ты видишь, говорит, вот эти все люди это это люди, которые следуют за каждым, кто лучше каркает, так скажем. Вот где-то кто-то громче, красивее тебя скажет, они туда побегут. Это не люди, которые сущность мутаалиму поняли. Мы тоже вот такими же должны быть. Здесь наши муалимы знакомят с великими учеными этой умы. Те книги, которые мы будем читать, в начале, которые читаем там, Зайнудин Аль-Мали-Бари, чьим он учеником является. Вы обязательно изучайте труд, который вам ставят, обязательно изучайте, кто является автором, какое он положение вообще в истории и становлении ислама. В свое время кто его муалим был, кто его мутаалим был, это изучайте обязательно. Потом вам не придется спрашивать, этого слушать можно, этого нет. Почему? Потому что вы на связи будете с такими учеными, как имам Налави, как имам Аль-Газали, и когда у вас будет вопрос, вы к ним сможете обратиться. почему? Потому что они свое наследие, свои книги оставили здесь нам. И также хотелось бы сказать, что мы же вот так переживаем, мы пытаемся дом построить там, на хорошую работу поставить и так далее своего ребенка. Лучшее, что мы можем дать, это Ирс Пророка Алейхи Саляту Алейхи Саляту Ассалям. Больше всего, который сущность этого мира понимал, и больше всего за нас, который переживал, он нам оставил наследство, оставил наследников тоже. Это Алим. И вот про это наследство, когда говорю, я всегда привожу пример. Пророку Алейхи Саляту Ассалям выбор был предоставлен, когда он уже заболел, отправился с Абу Муайхибом на кладбище Батай сделал за них. Там он сказал ему, мне говорит, выбор был предоставлен, остаться на этом мире досудного дня в качестве царя, так скажем, и править им, или же переселиться к своему Господу. Я, говорит, выбрал второе. Теперь, если бы посланник Аллах Алейхи Саляту Ассалям остался бы на этом свете, если бы мы знали, что Пророк Алейхи Саляту Ассалям каждому из числа своей умы даровал какой-то кусок земли, или же какой-то кусок золота, которое нам, Пророк Алейхи Саляту Ассалям каждому из нас оставил. Если бы мы знали, что такой кусок земли, или золота где-то есть, мы бы все сделали для того, чтобы это получить. Далеко отправиться пришлось бы, пошли бы, с кем-то пришлось бы какой-то мудар делать, это тоже сделали бы, свои отношения наладили бы. Но Пророк Алейхи Саляту Ассалям оставил нечто лучшее, чем это. То, что, следуя за чем, мы сможем иншалал вот эту вещь с собой забрать в могилу тоже. Это Ильм. Это и есть наследие Пророка Алейхи Саляту Ассалям. Поэтому дай Аллах Талфих это наследство получать. И родителям дай Аллах Талфих, чтобы они создали все причины, чтобы этот ребенок получил. И вот я и Саидов говоря, то, что мотивацией для меня послужило. Это Мадихаджи на первом курсе в 12-м году туда в Черкей, когда приехал нам, когда нас делал одно из того, что он сказал. Вы не забывайте, чье имя несет ваш колледж, чье имя несет ваш институт. Саидов Афандех удаст-сиррух. Поэтому, двойки, которые вы получаете, он нам сказал, равносильно тому, что вы на его могилу пошли, вот так двойку нарисовали, говорит, там. Альхамдуллах, мне это хватило 8 лет, чтобы вот эту двойку не получать. Я не забыл, потому что эту вещь. Я себе не мог позволить вот такое. поэтому вам тоже нас хад делаю. Никогда не забывайте, чье имя несет тот Мадрес, который вы представляете. И кто сегодня является людьми, которые продолжают делать этого человека. дай максимальную пользу из того, что мы делаем, извлекать тоже, и чтобы от нас тоже, в первую очередь, нам самим, затем окружающим тоже польза была. И огромная благодарность, конечно же, преподавательскому составу, руководству, за то, что вот такие маджлисы устраивает, и чтобы это послужило именно мотивацией как для детей, так и их родителей тоже. Барак Аллах дай возможности чаще и лучше это проводить тоже. الحمد لله رب العالمي. Благодарю на награждение и подбежу вас на цех диплом. Диплом именного сикведиатра за отличную учебу и высокой дравой настоящим дипломом награждается Алисаев Магаминович всего 2 Козликовской рамы. 4 класс. Диплом именного сикведиатра за отличную учебу и высокой дравой настоящим дипломом награждается Слава Богу! В действительности исполнился, скажем, архивная запись. Многие, наверное, из вас видели в 97-м или 98-м году на открытии Черкесского института Нур-Лючад. Саида Фандиподеса Сыруху приводил такой пример. Сегодня, говорит, наш пример людей, которые сажают саженцы, молодые, некрепкие саженцы сажаем. Но, иншалла, через года мы будем видеть результат плоды этих деревьев. И уже в 2000-х годах, кажется, в 7-м или 6-м году во дворе также Мадрасса Саида Фандиподеса Сыру говорит, вот теперь результат тех саженцев, некрепших, слабых, маленьких. Сегодня мы видим, как первый выпуск наших студентов уже идут в разные стороны для да'вата. Пусть Всевышний Аллах позволит нам всю нашу жизнь, чтобы мы работали на пути этого ислама. Далее предоставляем слово председателю Совета Имама Казбековского района Ахмад Расул Качаваев. Абдул-Иллаху, Раджи, Васяму, Рахиму, Рахиму, Рахиму. Алхамдул-Иллаху, Рабил-Аламин, Салату, Саламу, Аля, Аш-Рахиму, Салин, Саидин, Мухаммаду, Аля, Али, Ас-Хаби и Адж-Ма'ин. Амма-Ба'д, Ас-Саламу, Аля-Икум, Ва-Рахматулаху, Ва-Ракату. Алхамдул-Иллаху, за наших мута'алимов. Видео мута'алимов можно не переживать за будущее Дагестана. Вы тоже мута'алимы и их родители делайте шукру Всевышнему Аллаху за то, что Аллаху-Та'алим именно вас из многих на планете выбрал вас, чтобы вы поступили митресе и изучали Ильму. Мы знаем, что есть аят в Коране, Васяму, Рахиму, Рахиму. Я рфаиллаху ладина аману минкумал ладина утуль Ильма даражат. Аллах возвышает степенью тех из вас, которые уверовали, а также тех, которым даровано Ильму, знания на разные степени. Ибн Аббаз, толкуя этот аят, он говорит, Аллах даровал алимам, ученым, уровень на 700 степеней выше уровня простых людей. И расстояние между каждым из степеней 500 лет пути. Вы представляете, вот разница, ощутимая же разница. Никогда не может с алимом или с мута'алимом не сравняться те, которые не изучали Ильму, если даже им принадлежат весь этот мир и все, что в этом мире находится. Вот за это делайте шукру Всевышему Аллаху, что Аллах дала вам понимание, что вы поступили митресе, изучали Ильму. Здесь было сказано, чтобы мы брали Ильму имена у тех ученых-алимов. Но у нас-то здесь есть, ахамдул-Ллях, темы и тресы, которые под руководством муфтията. У нас есть муалимы из Ахлю Тариката, из Ахлю Тасавуфа. Хочется привести пример Али Афанди, Кудеса Сирова. Он рассказывал, у меня было, говорит, два муалима. Али Афанди, вы все знаете, у меня было два муалима. Один муалим, он очень грамотный, четко, он преподавал уроки. А второй муалим не особо грамотный, он допускал некоторые грамматические ошибки. Он рассказывал и говорит, вот тот муалим, то, что он нам преподавал, вот грамотный ученый-алим, муалим, из его знаний у нас ничего не осталось. А тот, кто не грамотно уроки преподавал, его знания у нас остались. Эти знания нам принесли пользу. Мы тогда не понимали, в чем заключается мудрость. Мы потом поняли, говорит, тот, кто грамотно уроки преподавал, он Тасавуф, он не признавал, он не был Али Ахад. А кто не грамотно там допускал некоторые ошибки незначительные, скажем, он был из Ахлю Тасавуфа человек, из Ахлю Али Ахад. Понимаете, вот здесь у нас такие муалимы, после того, как вы выйдете с Медресе, что у нас всегда были муалимы из Ахлю Тасавуфа, которые признают устазы, следуют полученным знаниям. Мы же знаем относительно алиму столько аятов и хадисов. Это именно про тех алиму, которые следуют полученным знаниям. Пусть Иоанн нас убережет от таких знаний, которые препятствуют, чтобы мы слушались нашим предводителям, которые не приносят нам и другим пользу. Такое дуа и сам пророк Али Салам делал, вы тоже делаете. Также в книгах написано, многие могут спрашивать, отправляя в Медресе, на что они будут жить, где они будут зарабатывать. В книгах написано, «Кто хочет получить мирское и Ахират, он тоже пусть изучает Ильму». «Кто хочет получить мирское и Ахират, он тоже пусть изучает Ильму». Аль-Хамдули-Ля, Всевышний Аллах вам дал вот этот путь, путь познания Всевышнего Аллаха. Иншаллах, после того, как вы закончите Медресе, куда вас направят, вы идите, воспринимайте это от Всевышнего Аллаха. Когда пророк Мухаммад Салаллаху Али Салам отправлял своих сподвижников, они не спрашивали, куда нас отправляют, трудно ли там или легко. Они к нам приехали в Дагестан, оставили свои семьи. Они говорили, мы слушаемся и повинуемся, куда бы их ни отправили. И также, чтобы мы говорили и нашим муалимам, руководству, и дай Аллах, чтобы наши знания были полезными для нас и других. Аль-Хамдули-Ляхи, Робби-Ля-Ляма. Иглом имени Али-Хаджи Сидидхо Али-Наги за отличную учебу и высокий уровень настоящей Иглом выражается. Аль-Живус, у вас вероятно, и число, и козыркутский район. Иглом имени Али-Хаджи Сидидхо Али-Хаджи Сидидхо Али-Хаджи Сидидхо Али-Хаджи. Также имени Али-Хаджи Сидидхо Али-Хаджи отраждаются за высокие результаты получения студентов Тимирова Богорла и Судхановича. Аль-Хаджи Сидидхо Али-Хаджи 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 Сидидхо Али-Хад Города Кесеюрта Сулейманова Насир. До конца довести, стать известными учеными, алимами, от которых будет польза для всей нашей умы. Аминь. И хотелось бы немножко рассказать, так как мы являемся имамом Шапецкого Мадхаба, немного о его истории, о том, как он вырос. Он показал в своей жизни нам большой пример во всех сферах нашей жизни. Имам Шапец, он родился в городе Газа, то есть нами известная, нами сейчас обсуждаемая тема, то есть в Палестине, в Газе. Ее так раньше называли Газа-туль-Хашим, потому что именно второй дедушка, посланник, али-иссаляту вассалям, Гашим ибн Абдул-Муталиб, был захоронен, похоронен именно в Газе. И когда он имам Шапецкий, ему исполнилось два годика, отец покинул этот мир, его отец умер, и он с матерью остался в одиночестве. И мать забирает его в Мекку, переселяется с маленьким ребенком. Они жили в бедности, у них не было таких богатств. И мать, несмотря на вот эту сложность, трудность, берет ребенка и ходит с ним, когда ему исполнилось уже четыре годика, ходит с ним по разным ученым в Мекке. Показывает его перед учеными, направляет его. И вот так имам Аш-Шафи, рахимахуллах, по заботе своей матерью, в семь лет он изучил наизусть Кур'ан. Далее он учится у ученых, и когда ему исполнилось уже 10 лет, он слышит, что есть некая книга, которую написал имам Малик Аль-Муатта, книга по хадисам. И в 10-летнем возрасте он полностью наизусть изучает эту книгу. Но так как в тот момент имам Малик находился в Медине, когда ему исполнилось 14 лет, будучи юношей, он выходит, покидает Мекку, оставив мать одной. Но мать смирилась с тем, ради того, чтобы ребенок изучил знания, рельму, ради этого она пожертвовала и смирилась с этим, и оставила его, чтобы он отправился в Медину. По пути его один попутчик-торговец забирает с собой, он приезжает, приходит в Мекку. И там, когда он посетил мечеть Просланника, он видит имама Малика. Среди толпы он замечает, что есть муалин, преподаватель, который обучает хадисам. Имам Малик в тот момент написал книгу Аль-Муатта, то есть это известная книга, на тот момент не было Аль-Бухари, Муслим и других. То есть это первая книга по хадисам, и он видит имама Малика, имама Малика говорит, он читает перед своими муталимами хадис, мне, говорит, передал нафи, нафи это был один из таби'инов, он же, говорит, рассказал от Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Умар рассказал от обладателя, от того, кто в этой могиле, то есть от посланника, саллиллаху алисаляма, и трогая над могильный камень, он говорит, вот от хозяина этой могилы, то есть от посланника он передал. Имам Шафри, когда увидел эту картину, он говорит, вот эти слова, говорит, вот так как он рассказывал хадис, так как он говорил о посланнике, саллиллаху алисаляма, это, говорит, вызвало хайбат в нем, говорит, то есть уважение. И когда Малик, ради Аллаху ангу, увидел юношу имама Шафии, 14 лет ему было, тогда, когда он уже был в Медине, перед имам Маликом, он первый взгляд, когда его взгляд попал на имама Шафия, он сказал, ой, юноша, он заметил в нем, что он будет великим ученым. С адабом, с проницательностью, с разумом. Он сказал, о, юноша, он обратился к нему, в тебе я вижу, говорит, нур, свет, то есть свет знаний, то есть будущее из-за тобой вижу. Вот этот свет ты не дай погаснуть, совершая грехи. Совершая грехи. Имам Шафии, рахмаллах, и когда он сказал, он спросил о нем, да, вот, знает ли он книгу Аль-Муата, он уже, он говорит, я уже, говорит, знаю ее наизусть. Но все же, я, говорит, хочу услышать от уст твоих эти знания. То есть именно эту книгу он полностью прочел уже заново от имама Алик, хотя знал уже наизусть. Вы представляете, да, вот, сколько пришло имама Шафия, ему было 14 лет, он вышел с Мекки в Медину. Это где-то 500 километров. Даже сейчас, если мы будем ехать 500 километров на машине, нам сложно. А он, будучи юношей, вышел, чтобы получить полезные знания. Это 500 километров от Мекки в Медине примерно он вышел в путь. И когда он знал эту книгу наизусть, этим он не ограничился. Он подошел к автору данной книги, который был жив, имам Алик, и полностью с его уст прочел эту книгу. И когда, говорит, имам Алик дал ему возможность читать эту книгу, читать эту книгу, он был удивлен, насколько он красиво ее читал, насколько он произносил правильно, красиво и как красиво говорил на арабском. И вот обратите внимание, на сегодняшний день, дорогие братья и сестры, уважаемые родители, так как это родительское собрание, вот часто мы говорим о том, что вот кто-то учился, у него есть диплом, там 2-3 диплома, он, эти дипломы у него там пылятся дома, лежат. Лучше вот наш сосед, там, Магомед, на такси работает, там где-то работает, особо не учился, но имеет там хорошую машину, айфон и так далее. То есть на сегодняшний день люди, вот это знание, они сравнивают с какой-то материей. Хотя знание намного выше, особенно религиозные, полезные знания. И смотрите, уважаемые братья и сестры, вот мать осталась одинокой. То есть отца не было, когда ему исполнилось 2 года. Но несмотря на свое положение, материальное, бедность и так далее, она не оставила просто так сына, она ходила по всем ученым. Это мать. То есть какую роль она повлияла, как она повлияла на имама Шафия. Что в итоге он стал величайшим ученым уммы. Вот мы считаемся шафиитского мазоба на мазхабе имама Шафия. И о нем, как ученые говорят, посланник Аллах, алейсаляту вассалям, говорит, что ученые Ураиш, его знания, говорят, распространятся, то есть заполнят поверхность земли своими знаниями, говорит. То есть он станет величайшим ученым уммы. И вот этот хадис, ученые говорят, что это было именно отношение имама Шафия. То есть о имам Шафии говорил посланник Аллах, алейсаляту вассалям. И вот мать, когда он отправлялся с Мекки в Медину, представляете, он был юношем, как она его оставила, чтобы он отправился в путь, хотя она была одинокой. Несмотря на свою бедность, она знала, что насколько важны знания, насколько важно воспитать своего сына, вырасти его, то есть повлиять на него хорошо, чтобы в итоге он стал ученым, хорошим человеком. Сегодня, если мы посмотрим, уважаемые братья и сестры, у нас намного больше возможностей материальных, чем у матери имама Шафия. Разве не так? Иногда, говорит, не находилась даже еды, чтобы накормить сына. Говорит, вот так она оставалась. То есть в таком бедности, говорит, она проживала. Но у нас же нет такого. У нас все есть, все дал Всевышний Аллах, все возможности, комфорт и так далее дал. Мы не думаем о еде, там прожить как-то день и так далее. Но когда мать имама Шафии вот так повлияла на его воспитание, что остается нашим матерям сегодня вот так же влиять на своих сыновей? У нас же все есть. Когда ее ребенок учится в мадресе, в колледже, в институте, в образовательных других учреждениях, в принципе, любые знания, нет таких знаний, светское, религиозное, такого деления нет. Имам Аль-Газали, рахима Аллах, только знания разделил на два вида. Полезные знания и бесполезные знания бывают, вредоносные такие. Но мы, аль-хамдулля, изучаем полезные знания, несомненно. Вот когда наши матеря, родители, в основном матеря же тесно связаны бывают с сыновьями, вот обращение к ним, когда вы видите, что ваш сын учится, как-то его поддержать морально. Как-то иногда они бывают милосердны к своим детям, сострадательны, где-то хотят его от чего-то отпросить, от урока, как-то вызвать его к себе и так далее. Но вспомните, мать имама Шафири, которая потеряла, можно сказать, своего сына, оставила его на 500 километров, где не было связи, ничего, отправила его в Медину, оставшись одной, без помощи. Вспомните, как она поступила. И в итоге, кем оказался ее сын? Это величайшим ученый уммы, имама Шафири, рахмаллах. Ученые говорят о нем, что, наверное, говорит, один из ученых, высказывая об имаме Шафири, говорил, наверное, Аллах не сотворил человека после имама Шафири, подобного ему. Вот таким величайшим ученым стал основатель Мазгабана, которым мы сейчас находимся. И в итоге изучил знания, взял от имама Малика огромные знания. Он был известен своей памятью. И особенно у него есть такие известные стихи, когда он говорит, что иногда немного память начала ухудшаться у имама Шафири. Есть такие стихи, где он говорит, Я, говорит, пожаловался имам Уаки, это был его учитель, Уаки пожаловался на то, что моя память ухудшилась. И он, говорит, сказал мне, чтобы я оставил грехи. Даже малейшие погрешности грехи влияют на нашу память. Потому что далее он говорит, Поистине знание это нур, говорит, это свет Аллаха. А свет Аллаха Всевышний не дарует, не дает, говорит, грешнику. Поэтому, дорогие братья, после того, как вы уже вступили на путь знаний, очень важно, чтобы вы следовали этим знаниям, остерегались греховного. И, конечно же, обращаюсь к родителям, чтобы вы поддерживали их морально, материально-то, аль-хамду лиллах, Всевышний Аллах нам дал, как-то им рассказывая разные истории, говорить им, что вы гордитесь ими, чтобы желание все больше и больше становилось, чтобы они довели этот путь знаний до конца. Пусть Всевышний Аллах, Субхану Аллаху Тааля, поможет нам, чтобы Всевышний Аллах дал нам полезные знания. Ас-саляму алейкуму, рахматуллахи, у баракату. Далее, имена и тифон имени Ахмада Хаджи Тагаева, имена 8 лет, а за отличную учебу в высоких мировых настоящих тифон, награждается инстурован Гаммед Гаджим Ахмед Алиевич, всеобщий кейбин, агскерам. Игорь Невышний Аллах, Игорь Невышний Аллах, мировых ангеллицов в высоких мировых народных conquistений. и из-за отличного учебу в высоких мировых городах, с планшем дипломного дезинца Шафева Амад Шахадиновиц, с Moyношем, Мировых ангеллиц. Баракаллах, Масир Хаджи, это один из наших первых учителей. Пусть Аллах воздаст вам благом. Далее хотим предоставить слово исполняющему обязанности ректора Дагестанского теологического института имени Саида Афанди Джамауддинову Ахмад Хаджи. Ассаламу алейкум, Баракаллах, Таалю, Баракалту. Радостно видеть родителей, учителей. Это замечательный день. Поздравляю с сегодняшним днем учителя. И пожелать, чтобы Аллах в последующем тоже Аллах также здравия и благополучия на всех собирал. Да примет Аллах ваши мавлиды, которые вы проводили, пробил овал. Все ибадаты, которые вы сделали, все служения, которые вы сделали. И поможет Аллах нам и в последующем также встречать мавлид месяц пророка, саллиллаху алейкум ассалям, с мавлидами. Насчет учебы, говоря, в первую очередь, конечно, мы благодарим всех учителей, всех работников за тот вклад, за ту работу, которую они делают. Благодарим за понимание и усердие всех студентов, которые здесь находятся и в общем, и в других корпусах. Также за принятие участия и за активность благодарим родителей тоже. Потому что воспитание ребенка, воспитание студента, оно не завершается, если все три стороны вместе не работают. Если в какой-то момент учитель не проявит усердие, студент не может стать хорошим специалистом. Если же один день студент потеряет желание в учебе, никто в округе не сможет его заставить, чтобы он учился. Если же один день родители перестанут его поддержать, он может бросить учебу из-за необходимости, из-за финансовых определенных трудностей. Поэтому все трое они принимают участие в учебе. Ну вот сегодня, для чего нам эта учеба? Вот вчера поздно вечером сидел с родственниками, близкими, разговаривал. И там упомянули одного нашего же, я не знаю сейчас, как сказать, бывшего брата, знакомого. Он, говорит, стал, говорит, атеистом. Сегодня, говорит, не признает Бога. Ты смотришь, человек молится, в мечеть ходит, делает ибадат, служение, и вот так продолжается 10-15 лет, 20 лет. И один день, я не знаю, с кем он встретился, с кем он общался, он говорит, я в Аллаха не верю. Или встречаешь детей, которые говорят, ну, говорят, насчет Бога, говорит, сомневаемся, родители не знают, говорит, но я, говорит, не верю. Обратите внимание, родители вот все делают ради своих детей, всем жертвуют ради своих детей. Но они ему не дали фундамент. Они его институт не отправили. Они его мадресе не отправили. Они в свое время об их религиозном образовании не позаботились. И когда вот этого фундамента нет, сильный ветер, ураган, его уже оттуда в другую сторону сносят, образно говоря. Этот человек столкнулся с другими определенными людьми, и этот человек сегодня бросает свою религию. Сегодня мы с такими вызовами, с такими проблемами, с сложностями сталкиваемся. Поэтому, как Ахмад Афан Кубису говорил, вот это образование, колледж, вот это начальное образование, оно является необходимостью для всех. Если вот сегодня вот этот фундамент не поставить, непонятно, в какую сторону человека замесет. Так как это институт колледж имени Саида Афан Кубисуру, вот есть в книгах такой момент, когда в Сан-Хельми книги читали и в других книгах упоминяется. Порой, говорят, устазы некоторые слова, высказывания, что-то говорят, какой-то ищара делают, намек. И мы, говорят, их действия, слова, говорят, понимаем через год. И сегодня, когда вот здесь стою, многие слова, когда еще маленький был, студент там был, вот я говорил, на что-то обращал внимание, какой-то рассказ рассказывал, не могу о них говорить, но сегодня, когда приходится какое-то решение принимать, мы понимаем, вспоминаем эти слова, почему тогда, лет 20 назад, вот я об этом сказал. И в этих книгах тоже упоминается. Иногда говорят, устазы, алимы, они говорят слова, смысл которых мы понимаем только через год. Когда Саида Афан Кубисуру в свое время говорил, что бы ни случилось, вы следуете за муфтиятом, и на маджилисе все следуют за муфтиятом, за Идарой, то тогда бывало, почему так Кудьяу говорит, что бы ни случилось. А сегодня мы реально, смотря на эту ситуацию, мы понимаем. Потому что, когда я еще маленький был, в маджилисе, Шуаабу-ль-Багини, где Кудьяу об этом говорил, я там присутствовал, вот эти слова, как будто бы в сердце запечатались на тот момент, потом я и в книгах видел, и сегодня выступление ставят, и сегодня, через годы, мы это понимаем, к чему я такой делал говорил. Когда Саида Афан Кубисуру сделал дуа на большом мавлиде для Путина, президенту, много осуждений по всему Дагестану пошло, как Кудьяу мог такую дуа сделать. И сегодня, когда мы видим, что наше государство противостоит состоит этим западным, ценностям, которые пытаются совратить нашу молодежь. Вы сами подумайте, институт семьи, она в России уже уничтожалась, пока не приняли закон. то есть мужчина и женщина это семья. Международное право до изменения Конституции, они хотели принять, заставить Россию принять, что две женщины это семья, две мужчины это семья. Соответственно, чтобы у нас сегодня нормальная, здоровая семья была. чтобы с наших магазинов вот эти цвена революция, да, богатышные книги исчезали, против них законы принимали, против вот этих западных ценностей, сегодня определенная борьба ведется кем? Именно президентом России. И вот, когда в свое время дуа сделали, вы понимали, когда дуа сделал, значит, надо было. Но через некоторые годы мы понимаем смысл этого дуа. Когда Кудеев один раз сказал, я, наверное, вот такого возраста был, 18-19 лет, вот весь мир говорит против Дагестана. И мы понимали, что враги Дагестана, они очень сильные, но весь мир против Дагестана, когда говорит, ну, Кудеев сказал, значит, это так. В 2009 году вижу ролик, как один политолог выступает и говорит, Западу, говорит, нужно разрушить именно Дагестан. Именно, говорит, Дагестан в России. Почему, говорит, если они смогут разрушить, говорит, Дагестан, это, говорит, будет распространяться на всем Северном Кавказе. Дальше Северный Кавказ, говорит, они смогут отделить от России после нее Хабаровск, Якутию и так далее. И вот основа, говорит, начало, говорит, с Дагестана. И сегодня, когда мы видим в современных голливудских фильмах надпись стоит представитель страны Дагестана. Тогда же еще программа была поставлена. Сегодня мы видим украинских людей, которые призывают и которые открыто говорят, что они хотят разжечь войну в Дагестане. Но в свое время, когда люди осуждали. И вот эти последователи Саида Афанди Кудесуру, они сегодня тоже есть. И сегодня, когда Ахмад Афанди выступает и говорит, вы должны понимать, может, мы сегодня его мудрость слова не поймем, но мы должны следовать тому, что он сказал. Потому что в будущем мы всегда поймем смысл, как и понимали. разумному человеку в Дагестане достаточно было бы 26 лет посмотреть, что произошло с 1998 года. Просто пронаблюдать карту. 26 лет он знает, к чему ведет определенный человек, определенный имам, определенный алим. Через 26 лет, когда человек начинает сомневаться, верить кому, кого он толком не знает. вот посмотрите на действия тех людей, которые за истину говорят. Вот эти люди полгода назад, когда за истину начали говорить, в каком состоянии были муриды. Сегодня насколько сильно их имена не буду называть, они муридов разделили. И сегодня видишь некоторых людей, которые на хатву не приходят, на салат не приходят. После чего? И после этого эти люди говорят, что они любят Абду Джаля Фанди, они уважают тарифат, не уважают они тарифат, они устазов тоже не любят. Эти люди, которые заблудились и заблуждают других. Поэтому наши наставники тоже призывали, вот когда мы следуем, вот последуйте за кем? Вот, к примеру, вы Умар хаджи знаете, вы Давид хаджи знаете, вы имама знаете, и не первый год. Если вы, дети, хотите кого-то спросить, спросите Муалима, перед вами Муалим, который вам преподает 3, 4, 5, 7 лет, которого вы знаете, которого вы видите, не того блогера, который в интернете, которого вы не знаете, спросите тех, которые обеатывали видеть. В этом наша сохранность. Поэтому вот это все то, что я сказал, чтобы человек понял, чтобы последовал за истинными людьми, для этого что нужно. Вот для этого нужно знание, для этого нужны, нужен вот этот альм. Для этого нужно минимальное понимание из светских книг, из светских учебников, которые у нас здесь есть. у нас экономический колледж, аккредитованный с лицензиями, со всеми документами. Мы даем необходимые знания светские тоже, потому что мы в светском государстве находимся. Но вот эти все призывы, вызовы, которые мир сегодня бросает, чтобы от нее сохраниться, в первую очередь крепкий фундамент и как вот предыдущие выступающие сказали, крепкий фундамент не будет, если там тассауфа нет. Сегодня тассауф это чтобы мы следовали за теми, за кем следовать, призывал Саидафан кудесу. Это один момент, который я хотел упомянуть. Второй момент, когда мы детям богатство оставляем, это наверное больше кто нас смотрит, потому что здесь все те, которые сидят, они уже поняли ценность и они сюда пришли, дали своих детей учиться. А те, которые нас смотрят, им сказал бы так, вот смотрите, вы можете все имущество детям оставить, дом построить, маишат дать, бизнес дать, все дать, но этот человек сегодня допустим станет наркоманом. Если этот человек сегодня из своей религии уйдет, если этот человек игроманией заболеет, дальше что? Вот все то, что вы за всю жизнь сделали, он за один день, за один месяц все испортит. сегодня мы видим, что вот эти все болезни десятки, сотни раз меньше среди тех людей, которые изучают элью. Поэтому, когда человек старается дать имущество ребенку, это хорошо. Конечно, надо помочь своим детям, но сперва должен быть всегда элью, всегда фундамент. если у него в голове ветер, он ваше все имущество за один день испортит. Благодарим наших гостей, что они оставили свою работу, пришли, выступили, да поможет Аллах нам и дальше организовывать такие маджилисы. И для нас большая гордость сегодня видеть здесь наших выпускников, ведущих среди гостей и так далее. Эти люди, которые прошли эту учебу, завтра среди них будут ваши дети. Не думайте, что это удивительно, что это тяжело, нет. Усердие, активность. Те ребята, которые через трудность прошли, иногда они очень крепко держатся за тот эльм, который они получили. Иногда человек не ценит свою эльм. Обращаясь скажу, это из-за чего происходит. Иногда человек не ценит тот эрикад, который у него есть. Это из-за чего происходит. Вот допустим, я болею, я подхожу к врачу, и врач мне говорит, Ахмад, вот это лекарство используй. но я понимаю, что у меня болезнь не хроническая и ничего серьезного, и врачей тоже смотрится, сколько здесь врачей. Я буду ли следовать за врачом? Но если я подхожу к врачу, я понимаю, что если я за ним не последую, я погибну, и нет у меня спасения, от этого, от этой болезни меня излечит один из этих врачей. И если они меня не примут, для меня гибель. Интересно, как я буду соблюдать рецепт врача? Вот когда мы к устазу идем, к наставнику идем, и мы понимаем, мы духовно погибнем, если не дело то, что он говорит, что вот эта гибель, она уже сегодня начинается, то мы начинаем держаться за этого наставника. Если человек понимает, от этого невежества меня никто не может спасти, кроме как вот этого учителя, сейчас, человек начинает за эти знания цепляться. Но если у него в голове мысль, там же ничего страшного, я еще молодой, могу через лет пять тоже алму учить, здесь ничего важного нету, можно загуглить, на любой вопрос ответ найти, дальше его учеба какая будет. Поэтому к времени и к муалимам надо относиться, понимая, вот здесь и сейчас. Я вот это пропущу, вот это время пойдет, никогда в жизни я вот это не смогу вернуть. Так мы не можем вернуть вот 15 минут назад. Мы не можем вернуться. Поэтому вот если у меня в голове вот эта мысль еще успею, тогда не получается дал вам трафик чтобы мы видели важность этого и обоими руками крепко держались. Давайте вызовем имена степендия имени Абала Хажи Дарвишева. Диплом имененного степендиата за отличную учебу и высокие нравы настоящим дипломом награждается Магомедов Рожаб Гаджимурадович село Черкейб Накс Крява. Стипендия имени Расулла Гамзатова Настоящим диплом диплом именного степендиата за отличную учебу и высокие нравы Настоящим диплом награждается Абдулсалам Абдулла Маратович в село Хубар Казбековск Кряв. Далее для награждения наших степендиантов мы вызываем Тауда Хажи директор Мадраса в городе Буйнакс Диплом обладателя именной премии это уже преподаватель за высокие результаты в обучении студентов Настоящим дипломом награждается Гамзахмаев Шамиль Ибрагимович преподаватель колледжа современного образования Мятлинский филиал Второй диплом Азизова Мурада Магомедович Далее для награждения наших студентов приглашаем Абакарова Ибраим Хажи директор Мятлинского филиала Диплом именного стипендиата за отличную учебу и высокие нравы настоящим дипломом награждается Гаджиев Магомед Тимурович Силох Бар Казбеков Гаджиев Магомедович Силотт Ибраим Абакарова Абакарова Диплом Абакарова 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 Гаджиев Магомедович Гаджиев Магомедович Ибраим Абакарова Гаджиев Магомедович Абакарова 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 и Найбуллон Абакарова Абакарова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...